Грустная тема. Лучше бы, друзья, если бы учились по моей технологии, но этого никто не хочет делать. Вот поэтому я беру количество в фильмах. Поехали. Вдруг когда-нибудь что-нибудь произойдет. Значит, заграница нам поможет. Я тут на днях мне прислали ролик, знаете какой, а там было следующее написано. Очень интересный, очень полезный фермер. Стоит возле прекрасных деревьев молодых, все в яблоках. И говорит, мы добились больше успеха, чем иностранцы. У них 40 обработок яблок за лето. Получается раз в три дня где-то. Это ужас для меня. А у нас, мол, мы и россияне уже добились 10-15. То есть прогресс налицо. Другое дело, что я хочу вас убедить, что у нас должно быть даже не так. У нас должно быть ноль обработок. Например, ноль обработок у меня уже лежало. Но для того, чтобы справиться с болезнью, надо найти ее причины. И мы сейчас будем эти причины находить. Мне хочется, чтобы вот такие вот были сады у всех. И мы сейчас об этом поговорим. Для начала мы... Это будет вторая серия. Для начала мы сделаем так. Вот здесь я остановился на первой серии. Так. Вот. Вот это письмо. Кто не видел первую серию, можете ее... Сейчас я вот так вот прорисну. Быстро-быстро. Посмотрите. Видите? Вот. Это Белоруссия. Почему Белоруссия? Мы потом к ней вернемся. Прошу прощения. Прошу прощения. Сегодня 27 февраля. Ставьте с праздником. Всех пришли. Вика, Вика, спасибо. Спасибо, я фильм снимаю. Вот. Я уже понял, ты меня поздравляешь со сверху. Правильно? Правильно. Так. Все. Пока. Фильм. Дело серьезное. Бочку катю на всю науку. На всю науку, а заодно еще и на всю практику и на Менсерхоз. Врагов у меня хватает. Вот. Итак, здесь было уничтожены сады, а значит уничтожены вот эти деньги. Гигантские деньги. Тысячу гектаров список деревьев погибли. Вы понимаете, в один момент после перестройки, люди в раз разучились садить сады. Для меня это было тайное, но сейчас уже не тайное. Сейчас я все это знаю. Вот. Я на единственной стране, а может на всей планете знаю, почему к нам везут яблоки, а не мы к ним. Вот. Итак, это мы первой серии проходили. Идем дальше. Помните первую серию. Некоторые сады закладывают в места, где делать был лыжа в принципе. Деньги дали, ура. Посадили в ажи-вызор. Сад вымешал. Не поэтому вымешал. Это тоже будем проходить. Ладно, вторая серия. Смотрим. И специально сделала так, что это как бы аноним. Пусть живет спокойно. Тогда чуть не в колокола било. Спрашивала у своего руководства. Что же вы творите? В ответ слышал, что ничего не понимаю. Мол, надо торопиться, чтобы в январе 11-го года доложить. Программа развития плодородства завершена. А! Планируемые посадки деревьев выполнены. Стоит не удивляться, что большая часть яблок погибло. Та, честь садов, что осталось живым, куда уносит. Но урожайность крайне низкая. Тонность гектара вместо 10 тонн. 10%. Ё-моё. Причём яблоко выросло некондиционное. Торговлю не отправишь. Только на переработку. Да и собрали, судя по всему, не все. Видел в ней изгнившие плоды, висящие на деревьях, валяющие на земле. Горькая картина бесхозяйственная. То, что осталось от сада, находится в крайне запущенном состоянии. Всё заросло травой. Я выделил вид, что заросло травой. А это, говорят садоводы, далеко не мелочь. Благоприятный условие для грызунов, которые за зиму могут повредить множество растений. Курленко сказал, что сад собирается обкашивать. Но когда это будет сделано? Я свой сад, небольшой полгектара. У меня пятигектарный сад промышленный сожгли. Я сейчас едусь, переехал в другое место и едусь на полгектара. Вот. Ну, худо-бедно, но... Мотокосла обкашивает четыре раза за лето. Вот. И причём обкашивает чисто. Дело в том, что мыши нужны что? Или снег, или пустая трава. Вот это их... Там они чувствуют себя в безопасности и хорошо раздражаются. В Чаусском районе произошла и вовсе почти детективная история. Местный игралик частник. Пришёл райисполком с заявлением о включении в предприятие программы развития плодовоза. И был включён. Хотя даже не предъявил, как предуслалась программа, бизнес-план. И конкурс, как требовал, не проводился. Предприниматель получил экварианты в 60 тысяч долларов. Ёх! На то, чтобы засадить... Вот бы мне эти деньги. Чтобы засадить 20 гектаров кустами малины и смородины. Якобы занял подпосадки гектаров 8, на которых посадил малину. Ой, он не знает, как малину. Ой-ёй-ёй. Но кусты не прижились. Ёлки-палки. Малина, сорняк, чтобы не прижилась. Это надо специально уничтожить. Это, наверное, так и было. Потому что, ведь если малина приживётся так, то тогда с ней надо поработать. А вот, да, на каком ходу требовать? И полива, и постоянное вырезание, вырезание даже это. Постоянное замещение у неё идёт кустов. Ёлки-палки. А не сам ли он его уничтожил, а? И состоявшийся прозритель ягод, мухнул рукой и перебрался в другой район. Он, наверное, хорошо заработал. Вот это да. Все эти деревья Хосковичи, а не удашу, все бизнесы напоминают лишь заросший буряном участок. Всё-таки это Баларусь или Россия. Там, где когда-то недолго была малина. Да малина, если посадишь, её потом и в хрен от неё избавишься. Я уже такие слова применяю, уже, так сказать, от того, что, ну, как бы, эмоции из меня лезут. Это посади, потом и ты не избавишься же. У нас на заброшенных дачах, что делают? Бечи и малоимущие люди. У нас сотня заброшенных дач. Внизу стоят эти самые фургоны, где собирают у людей по дешёвке эти самые плоды. Малину, смородину. Абрикосы даже! И люди, всё, кто растёт, уже невозмождают. А здесь надо же. Была малина. Деньги бизнесмен в бюджет не вернул. Внутри дурака. Впрочем, его об этом никто и не просил. Когда выделяли средства, никаких договоров, за это он не подписывал. Хороший наш денежный подарок. Да в Текире это куда? Не там я живу. Здесь я обращался и к Путину, обращался и к Медведеву, и к вывердатору Косовского края одному. Второму у меня сад Косовского края. Представляете? Ответ. Берите кредит. Вот попробуем вырасти сад и взять кредит, когда надо это. То есть специально всё делалось, чтобы не было у нас. А там, пожалуйста, подарок. Вот это моя яблонка. Вот. И сейчас я вам покажу, реально это или нереально. Вот смотрите. 2007-2008-2009 год. Вот это после пожара, когда сгорел сад, осталось полутора тысяч. Я бы вот таких, как я вам показал. Осталось вот такие вот. Вот такие, вот такие, вот такие. Вот такие. Вот видите? Это уже после пожара. Вот что осталось мне на память. Но вы видите, что если сад настоящий, а он весь высажен на яблонях, прикорых, отводок, сибирок. Это сдержанный рост. Согласитесь? Сдержанный рост. Их можно хоть со Стреленко собрать целиком. Ну, представляете, он был целый. Полторы тысячи вот такие деревья. Вот. Естественно, что если бы кто-то не постарался. А вот это та самая трава, с которой там, в письме, никто не хотел бороться. Вот. Но здесь особый случай. Яблон уже в таком возрасте не боятся. А трава, ну, ориентаторы мы и постарались. Вот. Когда сад сжигали, там у меня было противопожорных полос между рядами. Вот. Когда мы скрест сжигали его. Вот. А так бы они замучились бы его сжигать. Но ориентаторы спали с сладким сном. Да еще в городе, не в саду. И вот получилось, что я пытаюсь кое-что доказать. Что это все реально. Вот это после пожара выжило. Выжило, выжило. Вот. А, ну это уже дачный сад. Так. Так вот. Что дальше? Дальше возвращаемся сюда. Вот. И так. Здесь бесхозяйственность дикая. Страшная. Вот. Когда дается команда, вдруг где-то находятся деньги. Вот. Бери кому не лень. Дальше распил или как они там называются. Этих денежных средств. А потом, то что достается все-таки фермеру, они никогда ничего не умели. Вот здесь, допустим, у меня есть. Есть, есть, есть. Есть, 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 есть. Найду, не найду. Вот. Здесь у меня... Ну, в общем, ладно, долго искать. Смысл разговора у меня будет такой. Итак. Мой друг Олег Олегович. Так, Мезенцев. Живет в Брянском, Брянской области. Он своими глазами видел сад. Десять гектар. Посаживаю саду и все мертвы. И вот. И никто ничего понять не может. А у меня переписка огромная, большая. И везде одно и то же. Значит, человек, который хочет, вдруг... Берет несколько гектар, покупает, каким-то образом. Вообще много бросает землю. А потом говорит, помогите. Вот. А я отговорил одного, который должен был посадить, таким методом, с густотой, как помидоры. Вот эти вот самые карликовые деревья, яблони. Мол, каждая досусть. Столько гул там это. Я из-за яблок дерева будет не видно. И посадить несколько тысяч на довольно маленьком участке, там, допустим, гектар или два. Вот. Почему? Потому что, мол, сразу... Его кто-то убеждал, убеждал, убеждал. Он хотел потратить большие деньги или влезть в кредиты. Вот. Я его с трудом раз убедил, что не надо этого ни в коем случае делать. Все, что будет в питомнике куплено, оно никогда не выйдет на плюс. Никогда. Вот. И естественно, что мне очень хотелось, после всех этих грустных слов, хотелось помыть в стороне. Я взял и отправил Путину, отправил еще параллельно Лукашенко, свои материалы. Так. Это были мои книги. Вот такие вот, смотрите. Вот. Вся агротехника, новая агротехника, которая не требует ни гигантских затрат, ни гигантской работы. Да. Вот. И я взял и... Положил туда еще 20 дисков, вся агротехника. А все по-другому. Вот. Вот это был шанс. А дальше прошло. Выдомляю вас в том, это из Академии. А. Президент, конечно, не видел этой книги, в руках не держал. А жаль. Вот. Потому что у него... Система Ниппель действует в странах с центральным этим... Как она называется там, когда сверху до низу? Не центральное управление. Вертикаль власти. Это система Ниппель. Туда. Оттуда идет. Команды идут. А туда ничего не идет. Вот это система Ниппель. Вот так получилось, что президентская администрация подержала в руках мои книги, диски и все это отправила в Академию наук имени Сельхоз. Читаем. Ну, а Академия, она же как? У нее есть много подразделений. Я получаю такое. Выдомляю, что ваше письмо, полученное в Академию наук из администрации президента, направленное по принадлежности Российской Селекционной и Технологической Институции Довольства Питомикоса для рассмотрения ответа. И тишина полная. То есть там, само собой, они вот это когда смотрели, они должны были понять. Это не может быть никогда. Ну, хотя бы заглянуть. Это Сибирь, Абрикосы, что-то не будет. Не может не просто написать, а вот здесь бы еще не хватило строчек. Вот. Что наконтроливал самому президенту, что не просто дать ответ, принять сведения, опыт, все, расширить, это самое, командировку отправить. Все образцы закупить, перевезти в Москву, в этот самый Тимираджик, он где нихрена. Я там был, это там, изувеченные деревья, посреди лета окалечен. Вот это то, что есть. Не нашлось в администрации президента, от... Кому-то же поручили контрактам. Там же есть кто-то за себя с хозяйцем, отвечает. Отправили в эту самую... Теперь дальше пошла она. В этот... Академия шлет дальше. В тот самый институт, где меня терпеть ненавидят. Вот и всё. Вы представляете, попробуй это даже осознать всё это. Это надо сказать. Мы, Всероссийский Технологичный Институт Содоводства, питомниководство, все эти годы занимались тупиковой работой, абсолютно тупиковой. Мы брали это самое... Скрещивали ужа с ежом, не получилось. Мы скрещивали ежа с ужом, не получилось. Наша задача была всё лучшее, самые сладкие сахарные сорта продвинуть на север, добавив и морозостойкости. В этом смысл, в этом. Ну, это и опять получается. Или не сладкие, или не морозостойкие, или не сладкие. По-другому быть не может. Задача была только сделать всё по железу. Ну, и сейчас мы не будем, естественно, это проходить. Управление президента. И ещё... Это... А, это они мне показывают. Спасибо вам, конечно. Для обеспечения получения вашего ответа по существу... О! Хрен они на вас вложили. Извините. Управление президента на вас хрен вложила Академия наук. И его подразделение, или тот самый селекционный институт. Вот так вот. Что теперь дальше? И ещё оно попало в Министерство сельского хозяйства. А здесь, вот таких, как я, наверное, не един, и заготовлено вот это вот, наверняка, в соответствии с письмом. Вот это, значит, нормативными актами, основные инструменты, аграрные политики, приоритеты. Короче, хрен мы будем делать, мы и так без вас всё знаем. Понятно? Вот это всё переводится. Вот. Предоставление субсидий на закладку, ход за многолетние... Осуществляется в рамках правил. Ну, для объективной оценки инноваций рекомендуем обратиться в профильное Министерство науки высшего образования. Я сказал, они хрен вложили. Что толку, что вы мне посоветовали обратиться к науке? Вы понимаете, какой это тупик? Порекомендовали обратиться. И куда? Представляете, это... Северокавказский федеральный научный сет. У них заранее заготовлено. Не важно, что тут это... Северокавказский это на Кавказе. Плевать на это хотелось. Ну, а ещё мне сказали, написали, в городе Мичуринске выставка будет. Приглашаю вас принять участие. Вы мне деньги прислали на дорогу, если вы мне считаете, что я достоин там принять участие. А? Чтобы я туда мог это не на свои гроши попасть. Вот так вот. В Рео директору Штуньдюк хочется перенимать фамилию, но уже не буду. Вот. Ладно. Значит, что получается? Мы ещё в Беларуси не разобрали, потому что белорусы ответили мне очень уважительно. Они прочитали мою книгу. Они мне столько по голове гладили, правда, ни копейки тоже не дали. И сказали бы, нам не нужны. У нас регламент. Точка. Вот. Но это мы ещё потом пройдём. Давайте сейчас, друзья, почитаем вот эту вот... Нет, может быть, это в следующей серии. А пока... Пока. Да, закончим эту тему. Минсельхоз решил перейти на каждую подвое и микроклонирование. А Баба-Яга против. Вот. Это те самые, которые у нас... Помните, я отзначил с чего? Что хороший человек. Сказал. А у нас 15-20 обработок, а не 40. Как тоже из Италии. Вот. И вот я, чтобы закончить это, я всё-таки расскажу про Беларусь. Это грустная тема. Серия номер 2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь рассмотрено, изучено ваши материалы в Сибирском садоводе. То есть, администрация переслала в Минсельхоз. А он не стал. А он начал рассматривать. Так. Ну, ещё отправили в отраслевое учреждение. Настали Академию наук и институт плодородства. Там отправили в институт, и тут отправили в институт. Смотрим дальше. Предоставлены книги Северный сад. Отсотворение чуда своими руками. Внимание, вот он. Вот. Так. Опубликованы ваши, как садоводы любители. Видите, как подчеркнули. Многолетие наблюдения за садом суровых и славой Сибири. Надо же прочитать. Следует отметить, что в республике Беларусь, зачем мне это надо, уделяется большое внимание. Враньё всё это. Враньё. Мне беларусы пишут. Понимаете, что такое Беларусь и плодородство. Везде и всюду. Я немного... Это касается России и Беларуси. Действует система. Система такая. Она осталась от советских времён. Она немножко нам давала, что... Я нарисянин. Значит, нарис по особо... Это так же, как здесь, где я сейчас живу. Удрялись снабжать фруктами. Фруктами. Строительница на Шушенской ГЭС. Так. И немного ещё перепадала строителям алюминиевого завода. Понимаете? А на Риске я жил. Ну, хотя бы на Новый год нам апельсины собрали. А что было в магазинах? Завал яблоневых соков и сливовых соков. И ещё были такие хитрые наборы. Немножко того-того-того. Но это, в основном, с Болгарией шло. Да, по-моему, с Болгарией больше нескольких. У нас и тогда уже хреново всё было. И вот, друзья мои, надо бы картинку вот такую сменить, чтобы вот такую хотя бы покрасивее была. Вот. Значит, хотя бы... Система действовала хреново, слабо, но действовала. То есть, научно-исследовательский институт создал сорт. Вот. Нет, не так. Да, создал сорт. Учебные сельхозмузы, сельхозмузы, выпустили агрономов, которые должны были садить эти сады. Не мы любители. Агрономы, настоящие профессионалы. Сорта должны были поступать на ГСУ, госрепитательные участки, и испытываться до каждого конкретного района. Обычно это две-три области. Прошедшие испытания включались в реестр. Дальше шли государственные плодопитомники, которые там же на месте, в этом же районе, из аронированных производили продукцию аронированных, и были ещё ГОСТы. И всё это поступало в промышленные сады. В одночасье всё это рухнуло. Что мы сейчас имеем? Гигантская машина действует. Страшная машина. Сейчас покажу. Ой-ой-ой-ой. Так. Значит, рыночная. Рыночная. Нет, другое слово, первое. Фото. Рыночные саженцы. Вот они. Вот это вот не имеет никакого отношения к этому самому. Ни к науке, то есть, ни к учебному учебнику, который выпускает агрономов. Вот это всё выращивал ни один агроном наш, отечественный. Но учебные институты ни одного из этого не произвели. Ничего. Вот. ГСО работает в холостую. Выращивают саженцы на продажу, только этим существует. Я что, не прав? Ну-ка, смотреть в глаза. А, Минсельхоз. Вот. И этот самый, и Академия наук. Что дальше? Плодопитомники загнулись или выпускают такую дрянь. Это невероятнейшая дрянь. Всё это гибнет, гибнет, гибнет. Вот эти саженцы, что вы видите, вот они. Они все умрут, потому что они зелёные. Понимаете? Они все умрут. Все, 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 все. Всё, всё это зелень, потому что они не годятся, они абсолютно не годятся. Вот сейчас я смотрю, вот они начали, только начали распускаться, но уже распустились. Они в этих мешках. Всё это погибнет, чёртовой матери. У них у всех штампы, которые не должны быть. Их посадят не обрезают. Вот это всё реальность. И благодаря тому, что 90% или 99% из-за рубежа, это касается тоже Белоруссии. Не только России, но и Белоруссии. Там уж климат-то самый подходящий. Я это брал, анализировал их плодопитомники, в которых оказались, все до единого фотографии из интернета. А продукция вся из Польши ещё южнее, южнее, южнее. А вы мне сказки рассказываете. Вся система, она осталась ещё, а на неё ещё наука обнищала, практика обнищала, но тем не менее ещё каким-то образом умудряются на них тратить какие-то миллиарды, но всё равно это гроши. И читаем дальше. В республике развитие большое внимание. Хрен с вами. Сидите, ни хрена не делайте. Отраслевые регламенты. Вот здесь начинается самое важное. Смотрите, ребята. Они прочитали железо, невероятно! Это не наш тундюк. Вместе с тем, некоторые технологические процессы, рекомендуемые вами плодоводство, несопоставимы с нашими тратистыми регламентами. Например, категоричность по отношению к обрезке плодовых деревьев для создания искусственной формы кроны, по вашему мнению, это настоящая дикость, варушность, садизм и бессмысленность. В то время как мировая практика показывает, что грамотная обрезка плодовых культур в комплексе с другими агрегатическими предприятиями позволяет носить высокое уровень производства плодовой продукции и вести плодоводство на промышленной основе. Ну что, друзья? Ну-ка, вспоминаем вот это вот. Это что? Хрен собачий или что? Я для чего это письмо прочитал? Надо было наоборот. Сперва их браурных, а потом вот это письмо. Сославский район, Могилевская область, знаете где? Вы что, сама посходили? Вы хоть ездили туда? Вы посмотрели? Вы куда? Ведь никого же не умудрились с ней, это самое. Вот. Не посадить ничего. Мне еще до этого присылали газету, называется «Советская Белоруссия». И там было пересчеты на доллары, это я посчитал, там были эти зачики, 15 на 15 миллионов посадили в сад. Он погиб. А дальше отчет. Приступаем к реанимации мертвого сада. Еще 15 миллионов. Не варишь его понятия. Почему? Потому что даже Белоруссия, это не Италия, даже Белоруссия, еще раз говорю, это не Италия. Там жестко, там за 2-3 года получают урожай, сад уничтожают, садят новый. Замена плодушек нет, а она может только 2-3 года врага давать. Она же что, не знает? А то, что у нас мороз, и плодушки однажды замерзнут, и сад пустой, плодушки нет, она дает, плодушка, жаль, это уже учеба была бы. На нее в этом году один-два яблочка, вот такая веточка, вот такая показывает, да, а тут почки, почки, почки. Один-два яблочка, потом вместо них дырки остаются, заросшие второй год, третий год, все. А режут их почему? Да, как там была, женщина рассказывала, не было чего, не было, кондиции не получилось. Да потому что им не подходили, а режут для кондиции. Но режут на юге, там деревья не погибают, а там же, и тут же они ослаблены, без иммунитета, даже на юге, даже в той же Италии. Из сорок обработок, чтобы, не дай бог, в яблочко не внедрилось эта самая гусеница от плодожорки, так нет. Чтобы на ослабленном дереве листья не погрызли и не свернулись, трубочку отлили. А нам надо сорок обработок, ну к этому дереву, клянусь богом, ни одной обработки, ни одного грамма яда. Вот что нам надо. А меня куда послали? Ну, хотя бы белорусы аккуратно послали. Как аккуратно, как вежливо. Тут футбол, смотрите, администрация президента, Минсельхоз, этот самый, Академия наук, Ататсревой институт. Четыре пальца, а вот пятый. А здесь, посмотрите, как здорово, как вежливо меня послали. Смотрите. Это вы потом проходите. Как здорово, как вежливо. Мировая практика показывает, а грамотная обрезка. В России морозы, нельзя делать эту грамотную обрезку. Понимаете? Они просто дохнут. И потом, если где-то получается, человек, который показывал фильм свой, это все-таки Мичуринский. Извините, не вся Россия. 80% Садовая Россия, Северная, Мичуринская и Восточная Мичуринская. Вот. Ну, заканчиваю. В этой связи предлагаю мои подходы не отвечают стратегии промышленного развития. Да вы хотя бы изучили. Вы бы поняли, что отвечают наоборот. И еще. Я для вас старался как. Есть две эти. Мы приехали сюда, в Саиногорск, пускать алюминиевый завод. Нам каждого по 10 соток. Еще и распахали. Мы садили картошку, а в магазине была картошка. Если бы мы знали, как картошку выбирали с этим, у кого не было ее, вот, покупатели это. Представьте себе гнойник такой, как сказать, грязь, грязь. И там наманикуренными двумя пачеками наши милые женщины, даже накрашенные, вот так копались, выкапывали, выкапывали, доставали такой кусок слизи и смотрели, гнилая картошка или нет. Это была с колхозного поля, там, где очень высокий процент гумуса, то есть наиболее черноземная земля. сухой земля, как у нас, там она такая сухая, я ни разу грязи не видел на картошке. Сразу можно даже вот так раз-раз ее кашлюлю, настолько она песчаная. И вот получается, что есть два пути. Промышленное производство, я картошку нельзя привел, например, да, можно купить в магазине, можно выращиваться. здесь желание, наше желание надо было добиться того и нашего Минсельхоза. Вот. Чтобы люди выращивали сами, уже все, вся система сгнила от наших институтов до этих самых, до плодопитомников. Все сгнило. Все, что люди там покупают, или это перекупщики, дерьмо, которые даже, если раньше хотя бы садили, а они за 2-3 года подыхали, то сейчас они даже не просыпаются. Вот то, что я вам показывал. Нет, не здесь. Ладно. А, ну вот. Они даже не просыпаются, вы понимаете, и садят, а уже к осени они мертвые, или к середине лета, или даже весной. А еще плюс гигантское масштабы мошенничества в этих, высылка попозже, там вообще не знаю, что получишь. Тут хотя бы любовно выбирают из мертвичины полумертвых, хотя бы. И вот получается следующее. здесь направление должно быть дать президентам, если бы меня поняли, если бы до них дошло, еще в администрации президента, не этот путь, министерхозу чихать, понимаете, на дачное хозяйство. Наша задача развить дачное хозяйство. Китайцы сотнями тысяч, пока у нас еще на дальнем истоке сады соворачивали более-менее приличные, это в шевстанское время, сотнями тысяч покупали, увозили в Китай и раздавали людям, чтобы у них были сады, чтобы они ели фрукты и у них не сыпали зубы. Представьте себе на секунду, друзья, что абрикосовые, абрикосовые, сады скажем из 23 дачных участков, плюс еще ПМЖ, кто там живет, одноэтажная Россия. Был бы у нас сейчас раковое заболевание, а? Так вот, чему стремиться надо. Ну и наконец, капля это самое, бочку с ядом или как-то, бочку с дек, тем капля меда. В этой связи предлагаемые так-так-так, подходы не отвечают, но вместе с тем полагаем, что материалы книги «Северный сад», «Сотворение чудо своими руками» найдут своих читателей в лице садоводного любителей. И что, вы мне дали деньги, чтобы эти, или где-то закупили у меня эту книгу как рукопи, чтобы издать ее в Беларуси, чтобы беларусы, прочтя эту книгу, могли бы настоящий сад сворачивать, настоящий сад и материалы будут помещены в библиотеку президента. Представляете, президент с утра до вечера сидит в библиотеке. Благодарю вас за активную гражданскую позицию. Пожалуйста. Желаем крепкого здоровья. Я вам тоже желаю крепкого здоровья. Гражданин, граку, замминистра. Но тут еще вот что есть. Внизу, видите, что-то написано. Каминская. Каминская. Кто такая Каминская? Короче, замминистра вряд ли читал должность сильного важного и не до чтения. А вот Каминская, наверное, прочитала. Не глядя подпечатал министр, замминистра. И все, и все доволен. Но у них хоть совесть-то была в отличие от наших. А наши что? Вот. И никогда у нас не будет дальше участка, пока мы не перейдем на новую технологию. Вот. Вы понимаете? Я еще два слова скажу и заткнусь. Вот они, рыночные, да? Пока вот это все будет, вся система якобы новая сорта производит. Правительство молчит. Тот, кто отвечает там в администрации президента, молчит. Плевать на все хотел. Правительство молчит. Там только есть направление сельскохозяйства, есть направление плодопритомниководства и просто плодоводства. И президента возили по Красноярскому краю, увлечали вот такими яблоками. А я потом такой же примерно фильм сделал, а у меня ответы, какие были комментарии? Да, президента возили в хороший колхоз, а рядом у нас был колхоз по поводу Саренцев. Три лошади вместо этого. Дальше горько было читать это письмо. Реакция на это. Президента возили. Что, президента дурака делали? Ну, он-то может этого не знать. Но у него должны быть поморщики. Пока не запретят все это с юга, вся система работает холостую. Не было вот этих Саренцев. Тогда бы хоть обратили внимание, книгу бы издали и новые технологии преподавали бы в институтах. Вот все, на этом я заканчиваю, разговаривался, шашкой размахался. Для тех, кто меня видит впервые. Для тех, кто меня видит впервые. Для тех, кто сразу случайно, фактически случайно, иначе как мы рассчитаем, этого все замалчивают. Вот это мой сайт, сайт Санома до Железова. Набирайте это слово, попадайте на сайт, попадайте в фотоголевею. так как ученые заранее знают, что этого не может быть в Сибири, просто не может. Пустили байку, чтобы Железов в Сибири, а к ним же обращался не только я. Однажды медведю подали диск, знакомые знакомых моих знакомых, которые хотели мне поботься. На диске было вот это, вот это. Просто вот это фотографии вот эти. Вот эти вот фотографии были. И что? Идет приборная компания, подходит человек на образ велости, подает диск Медведеву, правда, у него это, Медведев сказал, вот сейчас мне это, и сказал, это уникальная вещь, пожалуйста, знакомься. Президент, через без пяти минут президент Медведев сказал, так, сейчас мне президент изберусь и это, изучу этот вопрос. Вот он до сих пор его изучает. А ведь это не просто, вот он, кстати, сейчас до сих пор отвечает за национальную безопасность. Это и есть безопасность. Понимаете? Мы жрём отравленную продукцию. Медведев жрёт, который отвечает за национальную отравленную продукцию. Президент жрёт. Где-то в каких-то странах якобы выпускает без яда. Якобы. Может, ему оттуда доставки прямые там спецсамолётом. Этого не знаю. А скорее всего, те же красивые яблоки попадают ему на стол. И, конечно, не кубанские. На Кубани априкосов нет. Ну всё, друзья, всё, мы закончили. Это будет вторая серия. А потом мы ещё с вами будем долго-долго беседовать. Посмотрите сюда. Видите? Здесь есть много учебных фотографий. Вот это гепатогенная зона. Что наука не знает? будем изучать. Вот это заращивание травы. Травой это место этого самого. Да, проблемы с мышами, но они решаются другим путём. 5 килограмм отравленного зерна покупаю каждый год. Негуманно, но что делать? Надо выиграть. Или мышей кормить этими самыми коров или мышей кормить отравленным зерном. Вот. вот это и есть самое настоящее садоводство. Иногда появляются вещи, которыми нужно тут же представили учёных в своё время, когда власть пространство не поменяла. Нельзя упускать такие случаи, когда из ничего получаются хедевры. Вот. Нельзя. А на деле что? Сотня плодопитомников украл эту фотографию. Скромную мою фотографию. Не раскурсую, как вот эти, допустим. Вот. А именно скромную. Почему? Когда набирают Серафима, она стоит первая или вторая. А вот когда они берут и делают эти самые сайты, берут своих садов нету, надо продать закупленную дверь, полумёртвую. стоит это всё умирает, нанимают толкового компьютерщика, а ему говорят, вот там 10 фотографий абрикосов и это что-то нахер. Он придёт в интернет, набирает, посмотрите, видите, это моя фотография. А почему моя? Посмотрите, вот так это я делаю, видите, все эти самые, вот его паспорт этой фотографии, смотрите, внимательно, 2008 год и так далее. Вот. Теперь, нет, это будет уже третья серия, вам покажу, как из этой фотографии используют сотни плодопитомников. Это значит, что у них своих садов нет. Всё, друзья, долго говорил, заканчиваю эту речь, долго просто на душе наболело, в стране нет садов и никогда не будет, пока вот это вот не запретят. Я вам ещё не только это показывал. Вот. Уже не помню, где это самое. Ладно, рыночные садовцы возвращаться уже к ним не будут. Всё, друзья, до новых встреч, самое интересное впереди. Впереди. Ну, а у меня ещё что скажу, ещё впереди месяц два, в Сибири лето начинается позже. Пожалуйста, покупайте мои черенки, покупайте мои семена, и у вас будут точно такие сады, точно такие же, не хуже. Почему? А лучше, потому что у вас климат более мягкий, чем даже у меня. До свидания, друзья. Выключаюсь. субтитры,